Небесный, утешитель души сильный, И живет здесь, и вся исполняет Сокровище благих, и жизни подателю Приди вселенный, и очистенный от всяких скверных И спаси блажей души наша. Господи, благослови нас, будь молосит, на Тебе слава веки веков. Аминь. Новый год, вы слышали, как проводить Новый год? Да. Ну вот. Кто не согласен с этим? Готовимся. Готовьтесь, чтобы не от одного дня заветело, как говорили, каждый день, чтобы у вас был праздник. Думал, а получается год, нужно сделать, говорит, ревизию. А что это? Было в этом году не так сделано. В общем, а что не так? Мною, как христианина. Глотучий, наверное. Так, на Рождество я буду там, дома потерялись. Да помоги, господи. Вы здесь, наверное, утром только-то. Мы тоже там хотим в этом году утром сделать. Утря не будет, утря не будет. Может, и не будет. Ко мне какие вопросы? Я еду сейчас, когда варю яплочек. У меня есть какие вопросы. Что такое? Мы в прошлый раз говорили тут, в одном деле, что сегодня будет провести с какого-то приходсбоя. Нет, сначала совет. Но дело касается каждого, и поэтому это собрание должно быть общее. Какое собрание? Мы только что проводили собрание. Ну, я хотел бы, чтобы батюшка был тут... Вопрос какой? Я спрашиваю вопросов. Вопрос. Вот, главный эпигр, взятый. Под часами. Просчитайте все. Я не вижу. Ибо помощь Египта будет тщетно и напрасно. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Вот сидите спокойно и не ищите великих потрясений. Сидите спокойно. То, что есть сегодня, храните то, что у нас есть. Разобрать надо даже вот это. Почему тщетно и напрасно? Вообще-то это одно и то же слово как будто. Однако не так. Ну, кто возьмется разъяснить два слова? Тщетно и напрасно. Зачем Дух Святой сказал два слова? У вас значения практически одинаковые. Будьте внимательны. Я желаю, чтобы сердце зафиксировано было секретарем. Сокровно-приходской совет и собрание все вместе. Дело касается вот чего. Когда назревало время признания благодатности московской патриархии, а они взаимно русской православной церкви за рубежом, поэтому везде дали указания, правильное указание провести собрание. И какое будет мнение у людей? Мы про все не знаем. Знаем так у себя, что мы провели собрание и сказали. На нас никак это не влияет, потому что мы всегда признавали благодатность московского патриархата. У нас не было такого, чтобы мы говорили, там причастие недействительное, там священники без благодата. Ну, не было. Мы так с первого дня людей научали. И поэтому потом у них были совещания. В каких городах, Виктор Андреевич? В Сакраменто? В Сан-Франциско. В Сан-Франциско. Я там был. И он там был, как представитель батюшка был, и Виктор Андреевич Яковлев. Сразу насторожено следующее, как приехали, рассказали. Записывать ничего не давали. Аудио записать не давали. Как это так? Все люди церковные решаются, учат человека. Решаются не только на земле, но если там ничего нет, то речь идет о вечности. Не давали записывать? Не давали. Более того, отбирали. Я же при самых худых подозрениях не мог этого доложить. Если бы сказали, это московская патриархия так настраивали, я бы не очень удивился. Но там, в центре зарубежной церкви, явное дело, что замысел был нечист. Иначе чего бы бояться-то? Вы знаете, сегодня у нас тут милиция туда-сюда, Людмила Степанова потом расскажет. На ее напал сегодня человек какой-то, шип ее там ударил, у нее глаз повереденный. Там, все, отобрал у нее ключи и все. Потом это отдельно, тоже тут благодать Божия проявилась. Преступник бросил ключи, и вернулись отдельно ключи. А его поймали. Так вот. Так, тихо. Без комментариев, давайте. Без комментариев. Я просто хочу сказать. Да ладно, успокойтесь немножко, уж прям без комментариев. Тут такое счастье. А у тебя, брат, ты что запузырился? Такое счастье. А чего ты запузырился? Ну подожди. Что там такое случилось? Я просил полная тишина. Владеющие собой лучше завоеватели города. Вот это важное слово. И когда приехали оттуда, ну они ничего нового для нас не привезли. Что? Признания, и о каком соединении, объединении, там речи даже и не было. Но уже заранее, я знал, на этом они не остановятся. Где палец, там рука будет. Дальше они начали отдельно уже под сукном решать. Собрание там. Я знаю даже людей, которые там были в патриархии. Мне близкий один человек, он доктор богословий Балашов, отец Николай. Он по зарубежным делам там был, помогал. И вот теперь стали затягивать, полностью поглощать русскую православную церковь за рубежом. Тут были собрания, когда и батюшка им сказал, вы поторопились. Он говорил, это в епархии. Вот тогда было 13 этих разных течений возникло. Ну, Агафангел Пашковский в Одессе, до этого еще был Тихон Пасечник в Омске. То есть это отдельные части, тоже зарубежная церковь, Виталий, допустим, Усинов, там у Лавр, Лэ подставляли в скобочках. 13 разные. И нужно сказать, друг друга не признающие. Я знаю четко примерно 4, которые законные. Лепископы только полагали эти. А остальных я не знаю, когда спрашивают. Не знаю. Значит, что привело к хорошему? За бортом оказались сотни приходов. А те, которые признали это, а они признали при одном условии. Ваши основные дела. Имя патриарха упоминать не будет. И называть его великим господином не будем. Это как целая Австралия, там какие были где-то. Патриархия сразу согласилась. Иначе они сразу уходят, как сейчас украинская церковь. То есть там политики сидят. А теперь из-под тишка, я переписываю с Австралии, тоже начинается дробление. Зачем им это поминание? Я же не буду кому-то признать. А ты меня поминаешь? У меня слишком большой список, кого я поминаю. И Парк римских, и Эрдоген, и Турецкого. Конкретно молимся и поминаем неоднократно. Идем ночью. Здесь получается так. Им нужно поминать. А почему? Это рычаг, через который дальше Ариф ходит. У нас этого не было. Повторяю. Два слова. Кто постарается объяснить? Помощь Египту будет тщетной и напрасной. Не напрасной я выставил это. Написала вам Надежда Васильевна. Тщетной и напрасной. Египет это помощь. Когда Израиль думал, когда это Сирия, а мы теперь к Египту обратимся, заключим антанту, и теперь нас не одолеют. Не поможет. Ни грамма. Союз Германии и Гитлера с Японией, с Иртали, немало не помог. На весь лесу пошли и самоубийством занялись. Самая главная фигура. Эта картина повторяется неоднократно. Египта это мирское. Мы никогда не должны забывать. Образование патриархии вот в том виде, как есть. Было в сентябре 1943 года, когда три митрополита были вызваны. Там Ярушевич, Семанский, который был, и вот Строгородский. А кто вызвали? Тут же сидит Берия, Главлянтий Павлович, и Иосиф Петербургович Сталин. А зачем вдруг они среди войны начали? Во-первых, дух патриотизма. Сразу ордена вводят, погоны там. Александра Невского. Ну, это политика. Никакого отношения к спасению души это не имеет. А им нужна была церковь, карманная. Развозить заразу коммунизма по миру. Первый, говорите, никогда у нас гонения нет, а в это время фигуры переполнены, епископов казнят. Более 200 епископов казнено. И они едут по миру, все и говорят, как Ротов ездил. Никодим. У нас гонений не было никогда. Если сажают какой-то преступники, то есть преступниками объявили славу церкви, мученики, исповедники, это слава церкви. И такого предательства мир не знал никогда. Этого не было ни у католиков, ни у мусульман, ни у кого. Значит, но мы должны это помнить. Мы это, конечно, в Декларацию Сергия не признавали, об этом говорили, открыто. А благодатьсть признаем? Да как можно признавать? Сверхвера. Мы признавали. Никогда не было, чтобы мы запрещали ходить куда-то. Не было. Помните, те годы было. Всех ребятишек там причастили, когда приехал епископ. Наш епископ тут служил вместе. Наше положение было единственное верное. Я тогда говорил, мы молились об этом. Бог указал. Мы не бунтовали. Мы сказали, не согласны. И добавили, но если будет принято такое решение, не в объединении. Никто, слова нет. А признание. Мы подчинимся. Почему? А мы уже это имели. А если мы потеряем священство и прочее, мы выродимся в секту. То есть, каких тысяч разных-то. И поэтому нас Бог так пронес, как на крыльях. Вернулся, батюшка поговорил. Он сказал, торопятся, сильно торопятся. Вот не дают записывать, это говорит, что там под цепном чернота. Я по сегодняшний день не могу принять. Таким образом это нельзя сделать. Тут к примеру сказать, я захожу в прокуратуру, а снимать здесь нельзя. А почему нельзя? Ну, я говорю, согласно Уголовного кодекса 330-я статья говорит, запрещается фотографировать, снимать только в пяти местах. Первое, когда объявлено закрытое совещание Думы государственной. Закрытое, как по собранию. Второе, военные корабли снимать или с военных кораблей там где-то дальше это обговорено. В Министерстве электрификации, газофикации, там еще какое-то. Все! И 27-й параграф, я не знаю, юриста-то нету нашего здесь, гражданского кодекса. Я сказал, и сразу замок, ладно, снимайте. А если не разрешают, или незнание закона, или умышленная ложь. Вариантов-то больше никаких нет. И когда милиция где-то запрещала дорогу, останавливали где-то, все данного процесса выиграли против милиции. Ну почему? Закон, его обязан соблюдать. Сегодня была здесь полиция, я здесь сидела, вот за этим столом. Писали, я стал снимать, не надо снимать. Я назвал закон. Не надо, я не встал на трежережке, положил в сторону и все. Там ничего нету. Они записывали, как ее было. Я попутно говорю. И теперь они объявляют пятилетний карантин. Ладно, вы не пошли, а сколько не пришло? Ну вот, входить туда, это туда начинает. И втихи оставили, Новодедовским Викарном провозгласили в Патриархии и втихе Курочкина. А никого больше нет, кроме нас. Ему надо теперь скорее. И это начинает давить. И кто давит? Патриархия. Им нужно дать отчет. Все соединились. Две общины не соединяются. Наша потеряевская и это. Патриарх вопрос ставит тогда бы Алексею. А почему спрахались и втихи? Что за общины? Он говорит, если бы тогда был Максим Дмитриев, епископ, вел себя по-другому, давно бы были здесь. Видимо, он его на ковер, дальше я не знаю. Но дело в том, что сразу же епископ Максим изменил к нам отношение. Я очень хочу поехать по Теряевку. Батюшка, дороги нет. На вертолете. Он говорит, батюшка, сажать его негде в вертолет. Вот как при пятичете могут. Что на вертолет и полетел бы. А тут он вимоназий ехал по дороге и сразу авария у него там руку что-то сломал или пальцы на руке. У Бога все вымерено это. И теперь пять лет заканчивается. Пять лет для вхождения. Позвольте. А мы что-то сделали так. Есть такое, когда люди, вот мы зарегистрировались и нам не нравится зарегистрироваться церковь, мы не будем поменять поминать ни Виталия, ни Лавра, ни этого Илариона. Вот это канон есть. А то, что они решают, а мы у нас нет. Они отдают отчет, а их нет у нас. То есть они в списках были. А мы были и есть. В мировой практике за 2000 лет не было ни одного случая такого, чтобы заочно брали, переписывали где-то и мы должны теперь идти и Филарета украинского поминать. Нельзя сделать это. Нельзя. Для меня он не Кирилл даже. Хотя и Кирилл поставленный вопреки не на голосовать не согласили выбор тянуть жеребий. А именно так. Мне звонили священники. Как его признавать, когда они тут опять все это заранее. Было три кандидатуры. Одна себя снимает, другая заболела, он один остался. Все это на глазах. Теперь пять лет прошло, они вычислили. Вас нигде нету. У Бога мы записаны и мы молимся за них. Теперь присылает другого. Метрополит. У этого абсолютно другой подход. Он приезжает к нам. У него вот так руки раскрыты и улыбка. Обнимает и целует. У нас снимки все это заснято. Сергий Иванников. И он ни разу, нигде не сказал поминайте патриарха. Мы сказали, когда вы приезжаете у нас, поминайте. Мы признаем, все, благодать, патриарха, но он не наш великий господин. И когда они у нас бывают, там, черных, отец Владимир Дьяхон, он провознашает святейшего патриарха, все о Руси, потом нашего Илариона, западно-американского, восточно-американского. Звания все перечисляют, зарубежные церкви. Больше он нигде этого не может сказать, почему. Нашу общину, ни разу не был, там был. Затем поминают его Дьяхон, а потом епископа Понич, там есть один, Севолод, к которому как бы наш район Мамонтский относится. Хотя он не был и он нас люто ненавидит. Но по чину положено, он его помянул они, не мы. А я могу говорить аминь, могу не говорить. Меня же никто не допрашивает. Мы сидим спокойно. Мы не обращаемся в этот мирской Египет. Нам ни от кого ничего не надо. Такую самодостаточность дал Бог. И священники, которые близкие нам там говорят, ваше общину мы бы не потянули. Я везде отвечаю, к вам приезжаю как в подвешенном состоянии. Такие вопросы задают. А рождение свыше, другое. А там, на какой день поминают покойников. Ну разница огромная. Не то, что даже сравнивать не с чем. И они это понимают. И батюшка когда выезжает, он заходит в местную метрополию, и говорит, я выезжаю. Там можно дать справку, чтобы это... А ему выписали нынешнее удостоверение. Он под судом не состоит, под следствием не состоит и имеет общение через нашу метрополию. Ну что-то непонятно-то. Он имеет общение с патриархией через эту метрополию больше никак. И дают ему это удостоверение, он поехал. На меня запросили характеристику там русская линия, народная линия. Он точно дал такую прекрасную характеристику, какое отношение, там человек-исповедник, там и прочее. Это местные. То есть сравнивать ни с чем не приходится даже. Это милость Божия за прошлое наше страдание. И он ни разу, нигде не сказал, поминайте, патриарх или где-то. И вдруг я плохо слышу. И мне говорят, вот, Игорь Владимирович, батюшка молился и сказал господина патриарха, я говорю, я не слышал. Не слышал, ну и прошло, больше нигде нету. И тут, и тут сказали, он тоже так, он говорит, я всегда молюсь, вынимаю частицу. Ну про себя ты делай, но слух не делай. И мы хотели тут разобрать, где вы сидите. Здесь батюшка сидел, прошло, через воскресенье. Он не согласился под запись. Ни под каким видом. Мы не стали записывать. Ладно, и я поминать не буду, сказал, не буду. Но мы должны до конца довести. До конца этот разговор. И не надо, надо сидеть спокойно, не надо дергаться. Ваша сила, сила в этом сидеть спокойно. К нам никто не пристает. Я пошел, регистрация была, они вот вас зарегистрировали, за это время два раза уже перерегистрировали. Мы по-прежнему в отделе вестицки РПЦЗ. В списках его нету. Вы глупая или умная? В списках его вынудили. Скажи, что нету. А как это? Когда на меня было 15 комиссий против в лагере, и приехал заместитель прокурора, я не знаю его звание, но не ниже полковника. А мы сидим занятия ведем в лагере. Они приехали, я их не пустил в лагерь. Краевая прокуратура прислала. А зачем? Вы законичите и вас запускать. Есть хотите? Накормлю. За станом. Напою. Да нет. Так, это, понимаете, мы приехали узнать, у вас дети-то уехали? Им дать надо отчет. А похоже, что не дать, а дали. Я говорю, нет, дети вот они сидят где-то. Но вы же их отправляете сегодня? Да нет, мы их не отправляем, они еще побудут здесь. Им надо отчет дать. Ну, мы можем сказать, что дети уже в пути домой едут. Ну, писать себе, чин такой большой, краевая, не запустил. Я потом буду говорить с прокурором края, генерал-лейтенант Парасхун Юрий Педорович, и спрашиваю, Юрий Педорович, у вас близкие-близкие отношения были? Ну, этот приехал, прокурор-то ваш, наверное, обижен? Нет. Он до того, как удивлен был, такая строгая дисциплина, нас не запустили, но у нас крыша была хорошая. То есть, им надо дать отчет, что русская православная зарубежная церковь ни одного прихода не имеет. Накануне, как там быть, последним этому совещанию в Америке, прям вот накануне, большое послание пасти своей делает наш Евтихий. И ни один человек, следователь, не догадается, что у него что-то из ночи случится. Против патриархии, не против, а против беззакония ее. Утром в Союз совершенно по-другому. Так было? Вот там стоит свидетель там. Но он там теперь был, простите за выражение, нахлебался досыто. И сейчас он в интернете выступает, и этих архиереев называют только антихристами. Даже я этого не говорил. Одна жадность! Да где вы видели такое? Мне звонят, и говорят, ну вот архиереи когда едут, снимают священники, и каждому в конверте дают поборы. Ну вы хоть одного назовите архиерея, а их там сегодня это 360 примерно, чтобы он не брал поборы. Я говорю, я знаю. Так, в России? Я говорю, да. Я с ним вместе и ел, и пил. Вместе гуляли. А кто такой? Евтихий, курочки. У него носки рваные, как у меня. У него ничего нет. Это человек полностью соответствует жильям святых. И он сейчас такими словами их накрывает, и эту власть, который когда-то призывал, даже призывал. Я считаю, с трудом верю даже это, но его ВКонтакте, она меня все сбрасывает и сбрасывает. Антихристы! Нам не надо двигаться. В Египте, то есть в этой патриархии, это Египет, нам помощь там никакой не надо. Это тщетное. Тщетное, знаете, слово «щита»? Что такое? Так. Игорь Владимирович, что такое тщетное? Дай-ка. Ну, тщетное, это бессильное. Бессильное. А напрасно? А напрасное, это с последствиями. Совершенно правильно. Результат. А когда слова как будто бы разные. Не надо ничего, дальше двоеточие. Когда вы узнали, что там нас ничего хорошего не ждет. Им только войти сюда. Лагеря не будет, его нету. Теперь по-другому они будут нападать. Вот этого ничего не будет. Главный удар делается сегодня по книгам. Мы уйдем. Это место сметут. Книги не сметут. Я хотел попросить кого-то прочитать вот маленькое стихотворение. Так. Валерий Сергеевич, поднатужься. Это из древности до новой эры писали. Но в такой форме. Послушайте. Они не строили себе пирамид из меди и надгробий из бронзы. Не оставили после себя наследников детей, сохранивших их имена. Но они оставили свое наследство в писаниях, в поучениях, созданных ими. Их пирамиды книги поучений. Их дитя тростниковое перо. Их супруга поверхность камня. То есть, тогда писали на камне, клина, пись. Все ушли по ровну, ничего нигде нету, кроме написанного. Как говорят, ну, неправильно, может быть, сказал там, знаете кто, автор собачьего сердца. Он говорит, рукопси не горят. Слушайте дальше. Построены были двери и дома, но они разрушились. Жрецы заупокойных служб исчезли. Их памятники покрылись грязью, гробницы их забыты, но имена их произносят, читая эти книги. Память о том, кто написал их, вечно. Стань писцом, заключи это в своем сердце, чтобы имя твое стало таким же. Книга лучше расписного надгробья и прочной стены. Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех, кто повторяет имена писцов, чтобы на устах была истина. Перевод Анны Ахматовой. Поэзия и проза Древнего Востока. Понятно? Они знают, куда бить. Главный удар вот где. Попутно сказать. Благодаря тому, что я вел занятия в университетах, батюшка сейчас вспоминает, один год крестилась сразу и все, на снимках осталось двадцать шесть человек. Двадцать шесть. И вы пришли через занятия. А вот теперь в интернете. А вот через интернет пришло не двадцать шесть. Как пишет доктор богословия, Бачков говорит, через это, что делать это. Тысячи людей, говорит, пришли в православие, то, что вас написали, делают, тысячи. Я каждый день только новый, вы отец, свой отец. Одна пишет, у меня шейный позвонок, что-то там, я и два шевелиться могу, я так болею. Ну вот книги получила от вас, я говорю, сейчас считаю. Я считаю, пять минут не могла сидеть, сейчас сижу, второй час, и забыла про шейный позвонок, там, про все забыла. Почему? Для слова Божия нет ус. Я вчера только получил это. Книги эти, и у мусульман есть, католики, полный комплект вот этот, выписывают, и делается друзьями. То есть удар патриархии, первый будет сюда, сегодня мы недосягаемые. Нам надоело сидеть спокойно? Я ничего не хочу сказать, батю сказал слово, больше поминать это не будет. У себя поминать там, а здесь надо. Тогда они придут, они не поминают. Понимаете, мы избрали такое, щадящее. На это претензий нет, не у митрополита, зачем дальше лезть это? Есть и не на Верческая церковь, старобрядцев. Ну, их приняли, как бы, чтобы не гнать, но своего они ставят, своего, свой священник был, а по старым обрядам вести. Мы в это не выразились, мы какие были и нет, нам ничего менять не надо. У нас обилие благ, благодати Божией. Только в окрестных селах мы раздали 30 тысяч Евангелий. Вчера ко мне подходит один наш брат и говорит, там пачку или сколько, он раздал за неделю. Такой радостный, такой веселый. Я не думал, что с такой радостью будут принимать. Можно назвать вслух? Это наш уважаемый Валерий Сергеевич. Упачиваю, за один день. Да. Это все равно радость, сколько я ощутил это. Вот на дорогу благовестия человек выходит, он уже озаряется особым светом. Я лежу вчера в потемках, как он засветился буквально весь. Как Господь эту радость дает. У нас все в достатке. У нас не запрещено ходить. И помните, на прощенное воскресенье мы всегда посещали храм тут. И сейчас у нас тут все это есть. Ходили, когда вместе, в лес. я прошу вас, завещание оставляю. Первое, первее и наипервейшее никогда не быть там. По московской патриархии никогда. Потому что, а как же вы других-то направляете все время туда? Они могут, мы не можем. Мы уже сформировались. Мы ни одно дня там не были, некоторые не были. Здесь родились. Они сразу стегают, одеяния скинут. Разрезанные юбки, брюки они не трогают. Я их очень хорошо знаю. Они на мне пляшут и ничего не могут сделать. Настолько много разных клевет, даже высказать нельзя. И вот, это у меня бумажка не упала или... А вот она где. Подпосочник, которое на выражение на днях мне прислали. Это Оскар О.А.И.Л. Говорит. Ваш адрес я слышал столько клеветы и теперь я не сомневаюсь. Вы прекрасный человек. То есть, он в интернете находит только, что против меня там новые-новые ролики строят, там показывают. Я убедился, говорит, вы прекрасный человек. Почему насчет столько клеветников не может быть? Притом, вот мы сидим, собрание, он это клевеет, там и матерками, и разными словами. Вот еще одно выражение. Нас узнают по синякам. Которые пытаются нам нанести. По подножке, которые пытаются сделать. У меня один священник, патриархия, другой. Я уже ролик против вас составил, сейчас второй готовлю. Разные епархии. Вот этим книгам по сегодняшний день аналога мировой практики нет. это уже признают. Во-первых, Новый Завет, трехкомник. Дальше, наша симфония на некоррической книге и на житие святых. И что самое важное, для нас авторитетом, абсолютным является Библия. Вот на меня вышла, назову по имени даже, Лидия Муранова. Это та женщина, с которой мы с вами познакомились. Она вела в круг Александра Мения. Через нее мы познакомились. Она потом уехала. Когда они уезжали, он сказал, мы больше не встретимся. Как он знал? И когда она услышала, что Кураев сказал, вот такая лапка, но у него такая, понимаете, смесь, он говорит, назвал ее самым великим миссионером современности. Андрей Кураев-то. Таким из себя не считал никогда. И он говорит, вот понимаете, это такой пиетет, то есть особая любовь к Библии и за то, чтобы каноны все соблюдали, это такой баптизм, стареобрящество, такая взрывная смесь. Он-то пояснил, что это означает. Он говорит, меня, Игнатий, по всем кочкам протащил. Я включил в книги, то 120 раз я его упоминаю и почти положительно ни разу. И смотря на это, он дает такой отзыв. А эта женщина и говорит, так это же отец Александр сказал, это от него взяли, он вам это сказал, сказал и засмеялся. А я забыл. Это уже почти 40 лет назад. А Андрей Кураев, может быть, и не считал, а просто он это увидел. Такую любовь у православных, как Слово Божие. Но вы ни в одном не найдете ни в храмах, ни где этого. Мне сегодня ночью скинули, они, кажется, из Франции, то есть монастыря, и мы просили батюшку, как сделать? Говорит, я сделала, так на святых, пять выдержек из Священного Писания. По благословению священника. Без священника нельзя Слово Божие. Понимаешь? И она показала, сфотографировала пять мест из Священного Писания. Исследуйте Писания. И вы думаете, через них иметь жизнь, вещи? Через них! И через кадила дымная. Через них! Хотя и кадила нужно. А они, Писание свидетельствует, это мне. Евангелия Тана, 5.39. Вот отсюда весь исход. У нас большая работа идет, благодаря тем, кто помогает. Вот по одной этой отрасли, о чем я сейчас сказал, для себя возьмите. Сила. Вы хотите быть сильными? Наша сила сидеть спокойно. Ничего не придумывать, не добавлять ничего. Мы в такой устоявшейся форме, что у нас и патриархия не против. Он, бачишь, как-то приехал Иларион два года назад, а там и Сергий. И он вместе с ними там был. И все это так удивительно сложилось, и никто не сказал, а ты безблагодатный, это нет. И он служит, и архиерей приезжает, и посылает священников, всегда поминают нашего, кому мы принадлежали, Илариону Капра, он очень болен, надо молиться. Вы меня услышали? Меня не будет завтра. Неизвестно, что у вас будет. Вот это только держите, и вы сохранитесь. А как причащаться? Очень просто. Мы уже обсудили. Не ходить к митрополиту, пока он здесь. И сказать, наш народ приготовился, объявить всем, что в один день. Все. И в этот день он приходит. А он будет служить, патриарха поминать. Он может поминать, мы не можем. Понимаете, мы даже вызвали. Вот эта золотая, устоявшаяся середина, она позволила нам ничего не менять. Ни в мышлении, ни в строении, нигде. Вот и дома не одним, вот любыми путями. Что угодно сделаем. Это от меня вам благословение и наказ. Ну, больше я не могу ничего к этому добавить. Хорошо расслышали? Хорошо. Ну, попутно хочу сказать. Кому оставляете перстень? Отец наш. Перстень кому оставляете? Никому. Никому. Бог решит. Я скажу так. Вот Янила Александровна, она говорила не раз ему, что будет, когда вас с батюшкой не будет? Я говорю, дорогая сестра, еще и лучше будет. Бог силен. Степана убили, а что теперь будет? Как они, большой плач был. А никто не знал, что в том, кто охраняет одежду, там уже заложено семя. Я ему покажу, как много ему страдать придется. 14 посланий. Никто не, ни один человек в мире не знал, что на крови Стефана вырастет такой человек. Так, относительно этого, Корюковцева, Михаила Петровича, звонит мне Кубайкина Галина Ивановна. Я что мог, запишите, что я буду говорить. В седьмом отделении на Куэте, больница. Так, седьмая палата, седьмая, третье отделение, дальнее, как называется, 28. Дальнее 28, третье отделение, седьмая палата. Телефоны, кому можно позвонить? Тридцать один, тридцать семь, тридцать семь. Это медсестры. Третье, тридцать один, тридцать семь, там всех, 76. Так, она сказала, у него, когда разделили там, она даже в комнате лежать нечем. И диван, и все перемощено. У него дома, когда он не открывал, полицию вызывает там, но у него, кто там, Людмила, назвал это, кто она будет, сноха. И она там поучаствовала. И его отвезли. У него все тело покрыто псориаз, и спина, и живот, и руки. Псориаз. Понятно, что это такое? Нет. Виктор Андреевич, разъясни. Кожное заболевание, там, трудноизлечимо, нужно сказать. Но, я не думаю, что у него, его не было, появилось, ну, просто проявилось, в связи с тем, что иммунный статус, иммунная система загублена. Губайкина Галина Ивановна, с таким содроганием в волосе, видно, что она хотела, по-другому она никак, мы должны и помолиться о ней. Очень расположенная. Дальше, попутно скажу. Прошлое воскресенье, ко мне подходит, Дмуха Савинсова, Надежда Александровна, и говорит, а вы слышали о таком? Приезжает из Америки, тут устраивает, где-то, место, берут там, хозяйством сельским заниматься, и у него 14 детей, 7 слоя, 7 приемных. Я говорю, слышать-то я слышал, не об одном, да, но другой есть, который раньше приехал, это Джастас, Джастас, Олтер, он с отцом приезжал, когда маленький был, тут в 90-х годах, тут много сектантов было, и он так остался, и там в одном месте, в другом, и не поймешь, где и как, будут обращать ворот детей. А это только готовится. Ну, я не обратил внимания, но надежда, она не оставила. Я уже лег спать, я раньше ложусь, потому что я встаю во втором часу, в третьем иногда, в часу. И она на Володю сбросила материал, вот про этого. А второй, Стив, Митчелл, Стив его звать, Митчелл. Стив, я подумал, что такое Стив, наверное, Степан. И когда с Америкой связался, ответили, да, это Степан. Степан, на место Степана, кто будет? И вот тут, и он показан. Вот такая окладистая борода, жена где-то, по сарапане, там все, и с ребятишками. И показали священник, где они там бывают, негр, видимо, кто такой, ну, совершенно, как бы, ну, из Африки, как будто бы, где-то. И все. Теперь, которая в Америке, в Нью-Йорке, вот, которую у меня с Александром Менем свела Лидия Муранова, я ей даю данную, она его находит, он где-то там, на Миссисипи, там мягкий климат, и все. И в каком-то деревне живут, и у него даже выхода в скайп нет, вот тебе, американкисты. И вот, она ему все, ну, давай вопросы задавать, а как они относятся к военной службе, военной, так, убивать людей, они говорят, не убивают, альтернативно у них, это хорошо, all right, дальше. И все это будет, потом мне, на английском языке, с переводом на русский язык, дано. Он подробно расспрашивает. Дальше, наш, здесь, близкий нам человек один, тоже заходит, и выходит на него. Очень большой разговор, он такие подробности, последний вопрос, продаются ли дома в Потеряевке, есть ли свободные дома, и как получить землю? Тот, который ездит, я никогда не слышал этого, он как-то фиксируется, землю через подставного, кто ему, граждану сходят, никто ему земли не даст, он там и работает, но он должен через полгода, или как возвращаться, там в Америк, а потом, хоть на другой день, обратно возвращается. Вот такая система. И вот эта леди, Эфимовна, она ему все рассказала, что это несерьезно. Несерьезно, она вот как раз, который тут его приглашал, это, Жастос Уолтер, она даже назвала его клоуном. Он все время хохочет, 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 и все это. Почему? Где-то у пиздятиков был, видно, у них дух особый, евангельский смех, непрерывный. А что горе смеющимся ныне, блаженный плащущий, этого нет, а этот серьезный, и у него ролики выставлены, через кого-то, и они коротенькие такие, и везде он читает евангель на английском языке, а вот проповедник. Я попрошу помолиться вот за этого Стефана Нового, Стив, Стив Павик, что он в феврале приезжает сюда, он расположен, мне надо, ну, так вот, а тут получилось, я не хотел того, получилось как бы, у него есть свояк, у нашего одного там, в Потеряевке, и он тут, нападая на меня, выставляет такие слова, что в Потеряевке подается дом человеком, у которого хороший гараж, а такой, кто хотел бы, и хороший гараж, только один, других нет. Я тогда, приезжает ко мне племянник на днях, я говорю, Алексей, я ему-то сказал, на меня сразу же нападение из Потеряевки, от того, кто никто не собирается уезжать, а я уже знаю, и когда-то говорят, это все все ехали. У нас Миша Никитин, Благодаря Исси Николаевна, заклиналися, и сразу их выметают, почему-то. Нужно помолиться о тех, о других, чтобы Господь как-то все усмирил, сделало все по-божески. Звонил Виктор Николаевич, у него очень сильный конфликт, получился с тещей, из-за десятины. Помолитесь, вот помолились, он буквально на следующий день пишет, все утихомирилось, она попросила прощения, и все хорошо. Мы должны принимать, говорит, как на раменах были, имена 12 колен написаны, нести на себе это. Сестры, спать много не придется, если боль чужая, коснется твоего сердца. Вот этот, если бы он приехал здесь, у нас ни одного вопроса не было, который не сошелся. и он где-то уже землю купил, там деньги большие вложил, какой-то Андрей помогает. Теперь вопрос, как, чтобы он здесь до конца, я говорю, ничего пусть не решает, сначала проедет, посмотрит, даже зимой, хотя бы увидел, что за люди. Главное воспитание детей, такого нигде не найдет. Учителя верующие, все верующие. Где, что, остальное, все это за этим идет. Он нашел, а где-то на отшибе, он там взял, один, американцев знают там это, там теребить будут так, что ничего не радует. А дети еще некоторые, как негры, некоторые там, у него 7 свои, 7 приемных. А как в школах советских было, оно сейчас в школах-то, что делается? А тут все свои, и, видимо, он подумал даже, что неплохо было бы приехать. Ни о чем, я говорю, самые последние данные, буквально вчера, оттуда, и он попросил, чтобы молились за него. Стив, Степан этот. Да он с Гиллквистом как-то связан, С кем? С Гиллквистом, Петром. Ну вот эти общины православные. Петра Гиллквиста, епископа. Нет, не знают, наверное, даже, не знаю. Потому что у них это недавно начал искать, он остановился на православии. Все есть протестанты, тот и другой. А тот что-то, какую-то общину вроде создал, так все это туманно, где жена, где дети, а в этом все фотографии идут, и, ну вот этот жаскость первых, который был Олпер. Ну открытый человек просто, открытый. Ну, договорились, вот этого, Джастасу Уолкера, здесь выйдут, позвонят, чтобы мне позвонил. Когда мне звоните, сразу говорите, я такая-то, тут это звоню, нужна такая. Если алло, алло, я не отвечаю, почему? Хулиганье. А когда они не получают ответа, раз, два, третий, пятый, они бросают, понимают, телефон у меня испорченный, если он это. Сразу говори, что о локоте, и говори, звонит тот-то, мне такая нужна. Все, и сразу я отвечаю. Вот Янила Щукина, она прям сразу начинает, и сразу выдает. Я звоню по такой-то причине, я ей сразу даю голос. Тоже слушайте, это нас коснется. Вот из того, что я сказал, вопросы есть? Давай. И ты говоришь, а давайте голосовать, голосовать не о чем. Что за, какое голосование, когда у нас все спокойно, мы приняли это, мы в этом стоим, нас никто не тревожит. А давайте голосовать, а зачем голосовать-то? Кому не нравится быть так, как мы находимся, они спокойно встали, ушли без штрафа, и по ножку никто не дает. Но есть вопрос один, почему нет? Сейчас, я вот подала руку. Есть вопрос. Ну я вот по последнему, то, что вы сказали. А я по первому, давай я по первому спрошу. Так, подожди, Игорь, пускай, она уже начала говорить, не перебивайте. Я увидела это в печати, вот про этого Стива Митчелла в Алтапрессе, ну просто в интернете статью. И я вам сказала, и скинула ссылку на эту статью, не для того, чтобы его в Потеряевку звать, потому что уже горьким опытом, вот приезжали семьи, из Украины приезжала, многодетная семья Желтухиных была, все как-то печально потом уезжают, чтобы так не получилось, не звать сразу, познакомиться, показать, потому что потом люди бывают, разочаровываются, и история с романом с этим произошла, то есть сначала все так хорошо, аллилуйно. А я вам почему ссылку скинула, потому что он, там было написано, что он пришел, вот ну недавно, к православию, и чтобы вы, может быть, там по скайпу или лично, его показали, какое истинное должно быть православие, коль он только что в него влился, и как будто бы совсем недавно там даже крещение принялся. Именно для этого, для знакомства, и для истинности его православия, вот в этом смысле, а не к себе звать его, жить. Потому что ему нужна земля, а вы летом говорили, что землю у потерявки обрезали, что даже часть деревни обрезали землю, что земли нет у потерявки, а где вы ее возьмете для него, когда ему нужно там 200 гектаров, зачем ему 200, непонятно, чем он будет их обрезать. Ну вот у него такие запросы, плюс большой дом, чтобы заселиться. А если он в поле будет жить, тоже неизвестно, он-то купил землю где-то вообще в лесах. Он как вот отдельно, по примеру вот этого Джастаса, я тоже зашла, посмотрела у него ролики, у него прекрасно говорит, жена по-русски, не так хорошо, как он, но там все волонтеры русские, она с ними общается по-русски, дети, трое детей, а девочка четвертая, это, они сказали, просто приезжают тоже, дочка волонтерши, божила, это не их девочка, Соня, и дети общаются по-русски. И он даже в одном ролике рассказывает, как они молятся, что они каждый день по очереди читают, то на русском, то на английском, слово Божие, и поют вот эти гимны салмы на русском, и на английском. То есть русский язык, вот там семья знает, просто в комментариях пишут, что он там по-русски ничего не знает. Это про который Джастаса, который Митчелл, он только что начал изучать русский язык, и еще вообще никак. То есть они только еще на пути в Россию, и только изучают язык. Ну вот как бы, мне кажется, сразу звать жить, чтобы у людей было зачарование, натихночь заберет. Давайте я задам вопрос, давайте я задам вопрос, потом вы уже все ответили, я уже еще все понял. Я не знаю слова, чтобы она, так, в первую очередь, с землей это безобразие будет кончено. Этим делом заниматься будет прокуратура. Они сделали что? От нас железная дорога 2 километра, они ее сделали посреди деревни идет. Вторая сторона улицы уже по железной дороге. Ну то есть безумие полное. Тут, я не знаю, доказывать еще и надо, в Думу везде писать. Они сделали деньги теперь. Мы сделаем правильный план, только дайте 150 тысяч. Ну жулики. Это нет. Ну железная дорога вон на где, они взяли, нарисовали посреди деревни. Так что земли там хватает 176 гектаров. А сегодня они на 6 гектарах пытаются нас задушить. Ничего этого не будет. Потому что решение принято на краевом совете здесь, за подписью Сурикова, восстановить Мадеряевку, а не уничтожить. Вот такой ответ, пожалуйста. Так, я хотел вот такой вопрос. Значит, все молчат. Молчат. Молодцы. Молчальники у нас. Не община, а не молчальники. Батюшка заходит в тот раз и спрашивает, какие вопросы есть. И только один Виталий Устинов, который приезжает к нам раз, может, в 20 лет, задает там вопрос, где батюшка будет там в начередном богослужении в Московской Патриархии. Все остальные молчат. Я хотел тоже промолчать. Потом думаю, а что это я буду молчать-то, ребята? Батюшка опять этого Патриарха поминать. В тот раз я поднял этот вопрос, когда он поминал его год назад ровно, когда приехал с поездки. В этот раз опять то же самое. Давайте конкретно уже установимся. Я только одно понял, что все по барабану, все хотят Московскую Патриархию. Докидите туда, чтобы мы тут вас не видели. Чего вы ничего не сказали, когда он тут стоял и задавал вопрос? Почему опять Дыбунов? Чего, я зуботер вам, что ли? Я просто могу... Ладно, молчать. Я могу только одно сказать, что у вас всех сердце не просто черствое, а с червяками сердце у вас. Московские Патриархи. Ну что вы все молчите? У меня такое... Да, сейчас начинаешь. У меня сейчас один вопрос. Конкретно давайте голосовать. У нас тут то один говорит о Московской Патриархии, то другой говорит с радостью. Игорь Третьяков тут начал рассказывать, как там все хорошо. Чего это такое у нас тут случается? Это пятая колонна? Не будет никакой пятой колонны здесь. Все, больше нет. Никаких голосований, я сказал, не надо. Совершенно не о чем голосовать. Мы сидели, наша сила сидеть спокойно. А голосовать, это уже мы трое начальники колебаться. Какие сердца только Бог видит. Он в сердце видит. На каждое слово не надо. Ну, сказал человек тому, погорячился или что-то. Не надо в обиду принимать. А мы тогда какие, если на каждое слово будем обижаться. Радуйтесь и веселитесь, когда, говорит, вас будут поносить. Господь сказал. Имя пронесут, как неводное. Ничего нет. Он сказал, брат, так разумеет, так по ревности. Выгонять? Что это? Мы права не имеем. Что выгонять-то? Чего ради? А где плоды? Где плоды? Игнатийность. Пускай плоды показывают люди. Ну, Бог разве не покажет? Он покажет наши плоды. Молчат все. Молчат. Ну, молчат, это как раз молчание. Люди говорят, это не медь, а золото. Такое слово. Вот смотрите. Сказал им, сила сидеть спокойно. Спокойно они сидят. Все довольны, благодаря Богу. Больше ничего нам не надо. Вот это написали здесь. Правда, я не очень доволен шрифтом. Я говорю, а почему Надежда Пангуева? Как напишет? Надежда Васильевна мне. Так она обучилась на это, а я нет. Пример. Зато от души. Как заходишь в храм, там у нас еще сделали красным. Все маленьким. Самое главное вот это. Сила их сидеть спокойно. Мы сидим. Дальше не надо. Не упрекать ничего нигде. Вы сильные. Несите немощи слабых. Несите. Нам другое не дано. И никаких голосов... Ну тогда готовьтесь. Батюшка в следующий раз что-то выбросит. Я все равно буду говорить. Так что давайте... Не надо, Игорь. Про себя голосуйте, где вы. Не надо. Голосования никакого не было и ни о чем. Второе. Батюшку больше не поминать. Он был в прошлый раз, когда ему здесь сказали, без записи. И он сказал, больше этого не будет. Нам этого достаточно? Все. Батюшка наш еукоризненный. Ни в чем мы... Никаких претензий нет. Мы довольны. И сохранит его Господь. Ему лишний раз расстраиваться не надо. Ну а это он съездил в отпуск. Везде был. Я говорю, ты с чего взял что-то? Выходишь. В это время Христос воскрес. Еще пасхальные дни разу пришли. Серафим говорил, он в пустыне мог один баловаться. А у нас уже до 40-го дня Христос воскресный приветствуется. После воскресения Пасхи Христовой. Я говорю, тебе где-то в книгах написано, что среди года места нет. Нет, ну да сейчас ставим это все. И он сказал, хорошо. Батюшка, у нас бывает где-то что-то не так. Ему поговоришь, он маленько только время пройдет, он уже стоит на месте. Он неукоризненный в этом вопросе. Значит, он сказал, об этом больше не будет. Нам этого достаточно? Никаких голосований, чтобы никогда не было. Голосовать о том только можем, что строить или не строить, потому что касается наших капиталов. А здесь ничего не касается. Только разделение дай нам. Этого не должно быть. Голосовать не очень. Мы сидим спокойно. Все у нас есть. Вот здесь были сегодня полиции. Мы им визитки дали, по Евангелию им подарили. И вот лежат. Евангелие берите, раздавайте, пока есть время. Очень удачно езданное, крупным шрифтом. И на странице, на первой, по благосторению патриарха Кирилла. Нам чего еще надо? Вот считали, какие памятники? Вот нам памятник. И к нам патриархия мизинцем не может двинуть по сегодняшний день. И никогда не будет этого. Я не понимаю. До этого патриарх говорил, вот мы разные, но в этой многогранности Бог многообразный являлся, Бог боли проявляется. Не так, что... И теперь новость какая. Когда с Украины это не началось, и не признают друг друга, и православным нельзя причащаться на Афоне. Указания. Но прошло маленько времени, ну прошел месяц, даже месяца еще нет. И вчера патриархия выставила новое. Через Алфеева, митрополита Илариона. У нас от совещания было. Мы только решили. Там есть святый Пантелейновский монастырь. Основали его русские. Там большинство русских. Служба на церковном славянском. а только не сказал, отменяем месяц назад, что сказали и сегодня. То есть они политики. Могут наши паломники причащаться. А без него я не могу причащаться. Такого нигде и нет. Определение причастия заключается в совести. И следуйте себе, Павел говорит, что недостойно причащаешься, болеет и многие умирают. Ну, как? Боже. И патриархия. Почему? Они поняли, они теряют ни одного, ни два тысячи паломников теряют. А им скажут, какая ваша церковь? Запрещают монастырь. Она считается сердцевином всего монастырь. На фоне. У них такое представление. И патриархия сразу шаг назад. Сегодня спрашивают, а вы знали, что я такое знал? Я об этом говорил в Москве и везде. Дайте свободу украинской церкви, автокефалию. Вот Андрей Кураев, мы сошлись полностью, он 100%. Дайте. Они этого желают, дайте свободно. А теперь уже ничего нельзя сделать. Теперь экзарх уже от Греции поставлен, а греки это властолюбивые, такие же, как патриархии на местные. Уже все. Речь идет о тысячах прихода подовременно отрубили. Это уже не два наших. Бог видит, что сеют, то и жнут. Сегодня речь идет будет о кровопролитии. Отнимают, видимо, эту Киево-Печерскую лавру. Где-то рядом все об этом пишут. И там будут не давать, а другие будут брать. Ну какие, как брать-то? Вот же я святого варила. Императора не запустили. Меня не запустили. Воина взял и прорубили дорогу, где ему молиться. И убили сразу. Более несколько сот человек. Прихожан. В храме. Почему? А что стоят-то? Мне же молиться надо. Вот такое дело. Как бы это ни постигло их. А с Украиной разговор очень короткий. Голодоворы все сейчас припоминают. Мы должны только тихо, сидеть, спокойно и молиться. Нам больше не дано. Не надо ничего. Я очень страдаю об этом. Об этом молюсь. И что больше этого никогда не было. Сергей Павлович, тут еще такой момент, что батюшка пообещал не поминать патриарха Кирилла при условии, что мы на камеру не будем называться называться зарубежниками. И вот вы на этот счет разговаривали. Да, он согласился, он попятился, не поминать. там не все так просто, это и гнативно все, айфория такая, аж мне бы все цепнуло. Так, не перебивайте, пожалуйста. просто. Вот. А что там не перебивайте? Поэтому, как не называть созаводельниками? Я тебе сразу отмечу. Батюшка сказал, все на этом. Тебе свобода предоставляется. А зачем ты теперь сам себя закатываешь в это? Он сказал, а ты скажешь, мне это не надо. я себя не закатываю. Ничего нет. Он закатываю. Нужно я. Ну все, Алексей, вот что, Алексей говорит. Ситуация вот, о чем говорит Игорь Дубунов. Батюшка поминает, Геннадий Ильич говорит, не поминайте. Знаете, у католиков, по-моему, есть такое такое свойство, или у детей есть такая игра. Вот, когда тебе что-то ты говоришь, а ты не согласен внутри, ты вот так пальчики скрести и держи про себя. Я не согласен. Либо фигу в кармане. Вот нам сейчас предлагают держать фигу в кармане. Надо просто определиться ясно и четко. Об этом всегда говорят. Вот это двойство сегодня только, сейчас на проповеди читалось. Будьте закваски фарисейской, ибо она лицемерия есть. Вот ведь о чем речь-то. Что мы играем так, либо сяк. И народ сидит и не понимает, нам идти или не идти. Благодатно московский патриарх или неблагодатно. Нет, ходите туда, но не причащайтесь. И вот эта двойственная ситуация постоянно во всем. Она не просто, как сказать, тут не раздражает, не перебивает. А не перебивает. Умейте сдержать немного, я не так много говорил и говорил. Спасибо, Христос. Об этом речь идет. Нам не надо держать фигу в кармане. Четко определитесь и скажите. Либо так, либо этак. Вы поймите, существует еще не просто так, а не просто правила. В армии хоть раз видели, чтобы солдат себя вел. Да я не согласен с приказом командира. Или как? Мало ли, что там говорит. И тут на смерть приказал и пошел. На танки, без оружия, без всего. Что, примеров таких нет? И в церкви точно так же есть дисциплина. Батюшка, привет, скажите, пожалуйста, батюшка, где рожден? В каком месте? В московском патриархате. Перешли по какой причине? Не просто идейная, а по вере. Потому что понимали, что творилось там, что делалось. Вот эти книги написаны с основным, какой главной нитью идет. Под влиянием. Да, это не просто так, а показывает Игнатий Тихонович, что у нас, в нашей церкви есть проблемы, такие проблемы в нашей собственной семье, в церкви, в нашей, она больна, ее исправлять надо. Вот эти все книги не об этом разоговорят? Поэтому идет и критика. Почему, как Игнатий Тихонович говорит, топчется на мне? И получается, одна голова туда, другая другая, как вот эта наша, извините меня, возьмите монетку нашу российскую, вы не обращаете внимания, сейчас появились уже державные вещи на новой монетке за 17-16 год. А до этого была, извините меня, курица какая-то, двухголова, без всего. Народ-то не понимает, не понимает, каких простых вещей символы и знаки правят в этом мире. А мы ничего не видим, ничего не знаем. Так вот, зачем нам держать эту фигу, или, извините меня, пальцы скрещенные? Дайте четкое, ясное определение. Народ-то здесь не глупый, в конце-то концов. Все бабушки понимают, и дети понимают. Единомыслие и единодушие. Да, единомыслие и единодушие. Вот что быть должно. А нас раздирают надвое. Вот о чем речь идет. Поэтому надо ясно и четко определиться. Поэтому Дубунов, так сказать, пузырится. И здесь идет с обоих сторон. А что, каждый же понимает, о чем речь. Потому что, либо так, либо так. А не бывает, либо ты молчишь, и молчанием предается Бог. Либо молчание золото. Определитесь, пожалуйста, что золото или Бога предаем. Аминь, действительно. Все, я сказал. Слава Богу. Замечательно. Последнее вообще. Можно даже внести в аналы. С одной стороны говори, с другой не говори. То есть, мы речь ведем не об улгалтерии. Да нет, уж извините. Не об улгалтерии. А мы речь ведем о спасении души. О спасении. А для спасения души что они там делают? Никак это не влияет, если я молюсь и благодарю. У меня дня не было, чтобы за потерянных и не молился. Но они сделали поминание рычагом, чтобы вмешаться. Вы нас признаете, теперь мы хозяева здесь. Вот только о чем речь идет. Никакой здесь нет ни пальцев, ничего. Почему? Об этом состоянии мы с первого дня. Мы ничего не изменили. Как вот община образована была, когда они нас гнали, когда были против, там называли раскольники, а тут сразу раз мы не стали раскольниками быть. Мы ничего не делали. Но так как там согласились на благодатность, это признание. На этом не остановились. Теперь тянуть надо. И мне сразу разговаривали, полковник КГБ, повторяю, ну, Игнатий Тихонович, наконец-то все-таки услышал Бог, объединяемся. Теперь мы не будем растопыренной показывать рукой вот так вот бить католика по кулакам. Это для этого? Игнатий Тихонович, они это понимают. Кто главный инициатор объединения всего этого был? Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин. И такого успеха ни один КГБшник не имел. 365 точек сразу от КГБ появилось за рубежом. Ни одна, ни два, ни фигура. А то русские люди в любой момент, в любое слово они могут там доносить. Ну, маленько, то посмотрите на это. На спасение влияет? Нет. Что-то сделали? А давайте определимся. Мы определились с первого дня, когда мы приходили на занятия, когда уверовали, меняли крещение, у нас другого не было. Ни на йоту мы не сдвинулись, ни на полсантиметра. Не меняли ни в надписях, ни в регистрации, ни в учении, нигде. Поэтому это состояние, что давайте определимся, там на двое не было, у нас не было на двое. Мы определились. А кто не определился, вот увидели, что патриарх Алексей Второй сидит с лавром. И у нас сразу тут ушло несколько человек. Ну, знаете, Волков, Шинков. Даже это испугало. Мы никогда против этого не были даже. И вы молите, я ежедневно поминаю имя патриарха Перева. Меня это нисколько не смущает. А какой? Где? На двух стульях, что ли, сидит? И с нас требует патриархия, чтобы мы упоминали? Нет, самое-то главное, никто. А это так, где-то мы наслышались, я упоминаю, что патриарх теперь доволен, наконец-то меня упоминают. Да и миллионы людей упоминают, сколько приходов. Но они, сейчас не грамм, они помогают, то, что столько упоминают. У него очень тяжелое положение. Его последнее выступление, записанное, он показывает где-то, у нас страшно, горе такое, все об этом говорит, какая беда постигла. Я в этом, что на Украине, не вижу ни беды, ни горя. Что сеяли? Что войну было? Как захватили Украину, Гитлера выгнали, теперь все, которые были в греческие, ну, наши русские церкви, ну, как их называют там, папу-то признают. Уняцкий. Уняцкий. Все храмы подняли, только по православному, а теперь все возвращается на место. Что сеяли, то и жнут. Я когда был в Москве, меня в монастырях везде спрашивали, вот сейчас говорят, они хотят от таких павликов, почему же не даете? Поздно будет, а теперь дают другие им. И там на заседании сидит Порошенко, Петр. И ничего уже нельзя сделать. Теперь спрашивали, я говорю, не надо, я эти, все время говорил, дайте, каждая епархия должна иметь автокепалию. А без этого нельзя кого поминать. А вот как пришли коммунисты, посрубили голову, и священник один идет, нет, этого епископа нет, поминать вообще некого. А Бог что, изменился? Нет, конечно, еще ближе стал. И он идет, котомка у него там, кисточка и маленькая мира. Вот весь алтарь у меня, вся колокольня, все здесь. Волги на Никифору, почитайте, записки священника. Мы никуда не сменулись, и панику никакой не надо наводить, но мы до конца доводим. Всегда признавали благодатность, спокойно, и с нас ничего больше не требует патриархия, самое главное. Это не патриарх, не местный. И он приезжает, как к родным и близким. Чего ты ради-то? Одно только, не надо поминать, почему через это, это они сделали рычаг, через который можно тогда выйти. Ну все, вы наши. Игра. Мы упоминаем, батюшка все время упоминает, упоминает про себя. Перед Богом это все, ничего не надо. Николай Валентинович. Ну вопрос такой лично, как бы, ну, я хочу сказать о себе, но может это коснется еще кого-то, коротко, и ясно. То есть я хожу в московские храмы, хожу. Там очень много хороших людей, и я думаю, что каждый для себя должен разделить понятие патриархии и человек. То есть прихожанин, он может быть в какой-то мере и виноват, а может и не виноват. Он так научен, как его там научили, он ходит. Теперь у меня вопрос, у них все есть. У них есть благодать, есть священники, есть епископы. Правильно? Это церковь называется, что есть священник, епископ. Теперь перенесемся в наш век. Игнать Иханович, просьба такая, хотя бы черным карандашом, без красок, нам обрисуйте наше будущее. Митрополит Иларион написал письмо, определяйте сами, как хотите. Там, Московскую патриархию, Григорияна Армянскую, или куда хотите. Евтихий, ну, у нас с ним контакт нарушился, и как бы он, ну, отошел от нас. Мы остались без епископа. Два. На подходе сейчас я старый, ну, я престарелый, вы, батюшка, батюшки нету. Все. Чем мы отличаемся от людей, которые были в Тульской губернии и сидели в погребе? Читали писание, ели тушенку, у них не было священно-началия. Вот, что нас ждет. И рано или поздно все равно нам придется, я думаю, что нам придется, потому что вот он есть, Ваня сидит, с кем он будет? С кем? С священно-началия нету никакого. Виктор Андреевич, ну, сам невеликий, он, конечно, научит мудрости, но он не может, как сказать, ну, духовно окормлять человека. Вот, что ждет нашу общину через, допустим, 5-10-20 лет? Кто останется и что будет? Или будет раздрай, к примеру, каждый потянет на себя одеяло, как брат выразился, кому перстень достанется, то есть борьба за власть. А Наполеон говорил, он завидует самому простому священнику, который имеет власть над душой человека. Власть священника. Он что сказал? Это Наполеон сказал. Непростой человек. У нас примерно, ну, складывается такая ситуация, то есть, как я ее вижу на сегодняшний день, то есть, мы вам как нашему духовному учителю, наставнику, доверяем полностью каждому вашему слову. У человека бывают непонятки такие, о чем мне делать? Вот как брат правильно сказал, говорим одно, делаем другое. Сейчас приедет к нам патриарх Кирилл, конечно, встречаем его с колоколами, потеряйки я имею ввиду, потеряйки он приехал, встречаем как как патриарха, правильно? Правильно. Потому что это духовный сан, духовный, нечеловеческий, а Бог ему доверил свою власть, ну, епископу дал такую власть, он рукопавляет, и так далее. То есть, вы меня поняли, что мы его встречаем, и мы оказываем почтение не человеку, который стоит в рясе, а святому духу, который лежит на этом человеке. Я подхожу к священнику, батюшка, благослови, и уже сколько раз подходил, и сколько раз потом с ними спорил. священниками, московской патриархии, говорю, ну как, что, люди же не научены, ты молись, тебе что, это мешает или что? Жалко людей. Вот и все, вот как вы видите будущее нашей общины? Вот если бы каждый собрание был, не пропускал, говорится, вместе с один раз, ты бы слышал сто раз, я говорил, сила сидеть спокойно. Как у нас было? А почему не спрашиваешь? А 10 лет как было? Так и было. А 27 лет, когда община, так и было. Вот в этом и есть постоянство. А теперь давайте, а теперь черт, он приедет, чтобы списки нас записали, ну в епархии записали, дальше-то что они нам дадут? Ничего не дадут. Духовно рожденному человеку ничего больше не надо. Мы признаем, епископат, признание, а не то, чтобы он меня вычеркнул. Такого мировой истории вы никогда не поминаете. В мировой практике за 2000 лет ни у католиков, ни у григориных армян в исторических церквах этого не было. Чтобы так вот взяли, вычеркнули, иди куда. Никуда, я его поминаю, и все. Сидят в вузах заключенные, через два дня будут расстреляны митрополиты. Кто-то поминает, а кто-то нет, а люди спасаются. Их арестовывают, сажают. Сидеть тихо, вот, сидеть спокойно, сидите. Не просто спать, а молиться, то есть не двигай свое состояние. Ты уверовал во Христа, там патриархии, где-то они выходят, там все чужие друг к другу. Священники чужие. На тройной лжи все строится. Лживые отношения между архием и священниками, это все понимают. Но если наши евтихи сейчас в интернете называют антихристом, варвозы, непонятно это, что? Им у нас делать нечего. Они нас признают, да, признают, а вы признаете. Все. А мне надо записать. Выйди из этого конгломерата. Мы налепили в себе что-то где-то как-то. Я считаю Евангелие, Библию, нигде этого нет, чтобы кто-то меня записал или вычеркнул, и от меня будет зависеть. Радуйтесь и веселитесь. Христос сказал не тому, что бесы слушаются, а что имена ваши записаны в книге жизни. Ты вписался туда, все, ничего большее. А он меня вычеркнул, это игра. Они сейчас конуприю, сейчас патриарх этот заходит, Денисенко, Филарет, и уже не в патриаршей одежде, теперь начинают с него снимать анафему, там теперь заново рукополагать. Нам нужна эта игра, вот где игра. У нас ничего этого нету. Мы ежедневно молимся, ежедневно молюсь за Евтихи, который на время к нам приезжал, Вениамин, за Диамида, которого свергли, я молюсь. Это мне право Бог дал молиться. И люди, я просто боюсь говорить, сколько пишут. Вот вы только помолились, я этого не ждал. Да не моя молитва, молитва ничего не значит, благодать Божия. Я об этом ежедневно, каждый день молюсь. И вот для вас просто, ну да, вы услышали, Митчелл этот, ну что там, а что он такой, чего, а я молился. Я об этом молился, Господи, дай добрых жителей с детьми и сохрани школу. Расшир, пределы в общем, побои всех на благовестие. Ты вот это возьми. Когда в последний раз был на благовестие? Когда эта радость от того, что ты принес людям спасительную есть о Христе? Нас не будет. Остается все в силе. Они нас признают? Да, признают. Мы же еще не делали. А что делать? Я вам сказал, в один из дней его приглашают. Придут? Придет священник. Батюшка спрашивает он, а кого хотели? Он говорит, да вот отца Сергия Беляева, местный архиерея, сейчас говорит, пожалуйста. Батюшка говорит, я уезжаю, мало ли кто-то умирать будет, и надо. Отец Ахим пошел, сказал, правильно, правильно. Все делает правильно, отец Ахим. Слух не надо произносить. Нам разве и нет, что произносить. Но для них это рычаг проникнуть в нас. Что-то непонятно-то. Что дальше будет? А дальше так. Допустим, ты живешь на другом конце и говоришь, в этот день я не могу. Пожалуйста, в любой храм сходи, причастись. Но не меняйте ни формы, ничего. Вот мы собрались, у них нет собрания. Из двери все врозь. Это кто говорил? Чернявская Александра Ивановна ходила 5-10 лет. Никого нигде нет, никто не подойдет. Вот все чужие друг к другу. Это священники кричат. Об этом говорил Феофан Затворник. Не посты, а не посты, это первая последняя неделя. Да вы не знаете, что там делается. Я теперь, вот мы ходим, а вы кому предложите? Русско-православной церкви за рубежом. Антоний Храповицкий и так дальше как шли. Мы не изменили этому курсу нигде. А эти, которые вошли, они полностью отреклись от всего. Вошли, получили, что хотели? Нет. Они ничего не хотели. Мы хотели, свободы, тишины, мы получили ее. Вот, если тебе собрания нет, некоторые так, побыли, из коры выходят, лишь бы на собрание не быть. Им разницы никакой нет. И там люди хорошие, хорошие люди везде. Их много в аду хороших. В аду очень много хороших. Но знают ли они жертвы Христа? Какое место занимает Евангелие? Где ты столько можешь услышать? Зачем? Они посягают на это. Нет, мы сами туда лезем. Возьмите, дайте, запишите нас туда, и тогда у нас все наладится. Если пил, будешь пить и дальше. Если жил все равно, стромота останется. Ты скажи, Господи, как очиститься, чтобы ты был еще ближе? Как угодить тебе благовестием, чтобы новые люди пришли? Сколько времени здесь? Ни одной души не приходит. Это ваша работа. Ни в интернете, нигде. Когда я тебе сейчас покажу семействами, какие еретики приходят, их главу, православными делаются, священниками, это все мои. Они по-другому меня называют, как отец. Почему? Я родил вас. Если ты никого не родил, поэтому ты можешь руками махать. А мне махать не приходится. Я каждой душой дрожу над ней. Ее нету. А почему ее нету? Она мне ближе, любому, чем архиерею, священнику и патриарху. Я над ней трудился. Чтобы душу обратить, Златоуст говорит, ну же тысячи талантов. Тысячи. А чтобы крестить, окунуть, ни одного не надо таланта. Ян Златоуст. Достаточно, чтобы и священника не запрещенным. Он у нас не запрещенный, ему дается справка, он у нас все ладно. Только то, что он помянул два раза, мы сразу подняли этот вопрос. Дальше не надо разговор вести. Батюшка сказал, он не поминает. А там поминает. Это его право. В алтарь не заглядывайте. Когда стали смотреть, а дьякон глаза вытаращил, а девица стоит. Василий Вильевиков повернулся, и он повел, перегородку поставить, Василий Великий. Чтобы ни одна женщина на алтарь не видела. Это Василий Великий так. А мы только привыкли, Василий Великий, а ты прочитай слова Яна Златоуста, шесть слов о священстве. Как об этом Млажен Августин говорит, бьют шерсть над огнем. Христианином я проповедовал в одном месте. И сразу покаялась два священника, один игумен. И он вышел в священник перед народом, он народ его любит. И он первое покаяние принес перед народом. Вы меня все любите, да, да, батюшка там. Я могу себе сказать, что был у него, я сейчас назову их город, время и как звать. И он вышел и говорит, я Вас исповедовал сколько раз, а я не верующий. Мы только друг перед другом красуемся. Это может 99% сегодня так ответит. Что они с отцом Павлом делают? Ярмоленко. И он вышвырнул туда. Ни за что он не провинился, только хотел записать, что правильно крещение. Вы хотели архиерея это сделать? Я хотел записать. А у них священник выше парторг. И он зажал его, и тут его, но потом он сжалился. В алтарь может зайти. И священники забегали сразу. У батюшки так же было. Попал там под какую-то статью. Все священники от меня шарахаются. Архиерея сказал, да ладно, ничего, я просто так стал. Все вокруг забегали. Нам надо это. У нас отношения самые искренние. Вот она Надежда узнала, сказала, я просто мимо пропустил. Она не останавливается, женщина. Она тут же написала на Володе, под одеялом меня нашел. Я встаю утром уже материал здесь. Я понял от Бога, сразу начал молиться. Так, мимоходом, я подумал, что просто... А здесь стал говорить, уже за неделю установлено связь. Будьте спокойны, нам ничего не надо. И спасение от нас никто не отнимает. Ничего не надо. Вот, в течение недели вы, и там как заходишь в храм, посмотрите, ваша сила, сила сидеть спокойно, ничего не менять. Повторяю, за 27 лет мы ни одно сантиметра не сдвинулись никуда. У нас такое достояние. Такая миссионерская деятельность. Сколько людей пришло. Если бы сейчас те, которые пришли в этом году здесь, нам бы надо, может, 10 таких храмов строить. Ну, в интернете, зайдите, что это моя работа, это мои люди. А куда? И ни одного никуда не направил, как всех, до единого в московскую патриархию. А если он грех? Ну, ходи к Парфоломею. Да он такое признается каноническое. А сами не идете. Наша община особая, ей смерть грозит, там еще глупая, что ли, и о чем заботчат. Им это не надо. Им не надо это ничего. И они нас в пух превратят, если власть будет. Во-первых, в церковно-приходской совет сразу уничтожаются согласно новому правилу. А дальше говорить не о чем. У нас все нормально. Они приходят, за этим столом сидят благочинные. Вот здесь беседа была. На этой стороне сидели. Кто тут? Татьяна тут все записывали, сидели. Как они? Они у нас себя чувствуют очень аккуратно. Ни слова. Я в Епархии когда были, я сказал, вы хотите, чтобы вы были такие вот, как у нас община? Да. А мы, как вы, не хотим. Мы вас чураемся, как болотной чумы. К вам, кто приходит, вы только разлагать их умеете. Сколько священников пьяных, которые людей подавили насмерть прихожан там кого своих. Сколько сегодня об этом говорят, конца края нет, Андрей, это все, это лобби Соломита проскрыл. Если не голосует, ничего, значит, тебе то и другое. Нам надо туда. И что они сейчас делают? И Сталин бери, и что отрекались, это все на нас падает. Нам это не надо. А какой наказ, я вам сказал? Нас интересует только при счастье. Вы уже крещены. А собор у него, он узнал, когда, но одно условие, не за деньги. Нигде деньги не платите. А соберитесь, он был здесь, там, с десятины. Десятина так же, а будет, и отнесите. А он священник не берет ее? Наша уехала, могу сказать даже, плотник, о коем чуде. И батюшка, отец Григорий, возьмите. Не надо. Теперь, что делать? Я говорю, к ногам его положи, как апостол. Приносили, к ногам апостола, положили. А почему? От бабки, то какая десятина? А у меня 7 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Ну, понятно, что я сейчас посчитал, 8 тысяч, 523 рубля, и батюшке отдаю в первые числах, я за год вперед всегда плачу. А когда он освещает офис, а бывает машину, 1-2 процента от стоимости машины, указание давал патриарх Алексей Второй, поэтому им десятина не нужна. В торговлю могут они? Нет, вы войдете в торговлю, туда все, любому мы говорим. Но он придет. Мы сказали, не ходи туда, в торговую ящику, ищи свечку, не эту мерзость, то красная, то зеленая, там химия одна. А свеча должна быть, как сярохим Саровский наследие, чисто восковая. У нас все соблюдается. Никакого торжища нету. Мы все родные и близкие. Мы причащаемся. А батюшки нет. В этот же день может пойти причащиться, и дальше не каждый день только. Вы знаете, была у нас тут в Толуслане Горина Семена, вдруг захотела каждый день причащаться. Это в патриархии их есть. Она пошла туда, пошла, и наглоталась вот так. А где она? Она сразу ушла к Сарабляцам теперь. К Сарабляцам. А почему? А у них пение такое, протяжное хорошее. Пение. Все. По пению определяет. Определяет жизнь. Город на вершине горы не укроется. Они нас знают такими, такими, и не надо. Хотя они вначале сказали, можете заявление не писать, а приеме в патриархии, мы и так воспримем. То есть, они очень хотят этого. А раз хотят, ты сам подумай, какую ошибку сделал, что пошел на поводу у них. Если враг тебя хвалит, а для многих мы совсем не друзья там. Повторяю, ничего не надо. Я просто уведомил. Батюшка дал слово. Нам ничего не надо. Богу нашему, единому, вечному, во Святой Троице. Слава. Аминь. Нина. Я постараюсь очень коротко сказать, даже, наверное, не один. То, что сейчас я однозначно скажу, мы под большой крышей сидим и спокойно. Мы приходим в любой храм, и у нас там, ну, как бы, растворяемся, там, нас там никто не замечает, какие мы, как мы одеты, во что мы одеты, что у нас тут внутренние, какие наши одежды, светлые они или темные, или мрачные, это никого не интересует. Пока. Ну, дальше. Вот. И вы пойдете и причаститесь. Ну, кто это так сказал, что вот нас там ждут на причастие? Прежде чем причастить, я вот на своем личном опыте вам скажу. Вам сразу же скажут. Отрекитесь. От того-то, от того-то, от того-то. Никакого священника наберешься. Сейчас у нас хорошая крыша. Просто крыша хорошая. Мы, как, мы, как вот, рядовые люди, мы бабушки, то кого мы интересуем? Ладно, мы бабушки, мы, правда, никого не интересуем. Вот он сидит. И Николай, как бы, затронул этот вопрос. А что им-то так дальше? То ли он разберется в этом, то ли он не разберется. Рано или поздно ему скажут, ты пришел к нам причаститься? Отрекись. От лапки. И загнул пальцы. Отчего надо отречься? А я говорю, нет, я умру, но отрекаться не буду. Я здесь научена любить Бога в Духе Святом. Я этого знала? Никогда не знала. Я знала о рождении свыше. Никогда не знала. Я должна буду от всего этого отречься. Потом только мне дадут причастие. А вот теперь отреклась? Вот теперь заходи и молись. А как им меня тогда мой Господь-то увидит? Скажет, ты от меня отреклась? И ты сейчас подходишь ко мне на причастие? Ты-то что хотела бы принять, царь? Мою кровь и мою плоть? А ты уже от этого отреклась. И вот недавно, я вам даже мужской пример скажу. Может, недельку назад. Вышла я, не надо было срочно в ребриху съездить. Вышла на трассу, стою, буран такой, что-то буран такой был как-то это, и думаю, как же сейчас мне прям край как надо, только ну как? Как я поеду туда же? И вот стою на перекрестке, мужчина, тут двое еще стояли мужчины, машина из деревни на трассу выскакивает вот так вот, разворачивается резко по тормозам, останавливается ко мне. Говорит, вы верующая? Да, верующая. Садитесь в ребриху. Ну, в ребриху я говорю, садитесь, довезем. И пока мы дорогу ехали, там, есть до 20 минут всего у нас было, но за это время я такой большой урок получила от этого мужчины. Когда я сказала, что да, я верующая, он говорит, вы знаете, у меня в жизни такой случай был, в армии призвали. И там, оказывается, есть такая в анкете запись. Графа. Или графа, есть такое, что-то в анкете, информацию получает, верующий или не верующий. Как ты относишься к вероисповеданию, что-то в этом роде. Он говорит, а я, говорит, вообще-то никакой. Но у меня бабушка в семье была очень верующая. И когда в анкете заполнять, а он не сам, не своей рукой пишет, а вот тот, кто опрос там ведет, он там записывает. Когда он этого спрашивает, он говорит, а я твердо сказал, да, я верующий. И потом, говорит, я когда оттуда вышел, говорит, как он там написал, я, говорит, не знаю, как он там написал, но когда я оттуда-то вышел, и до меня дошло, какое важное дело в своей жизни я произвел. Я не отрекся от Бога. Это потребует. Это он еще был никто. Он в армии только. И он говорит, я вообще-то, у меня бабушка была верующая. Может, по ее молитвам даже это случилось с ним. Потом, что с ним произошло. И он говорит, у меня, говорит, в жизни везде дорога мне открыта. То есть, Господь исполняет свое. А я остальное все тебе приложу. Это вот, знаете, и он, я так поняла, какой, не знаю, какой он имеет к этому или не имеет вообще-то к вере в нынешнем его положении. Какая его-то ситуация, я не знаю. Но он вывод отсюда, вот какой сделал. И дальше еще одну цифру назвала. Он мне назвал еще одну информацию. Она цифровая, статистическая. И вдруг она мне резонула в ухо. Если у нас наша Россия имеет столько языков и наречий, что наши по количеству, по числу превышает входящих волн. информацию, когда мне это сказал, я говорю, повторите эту информацию, я не слышала. Он мне еще раз 168-162. То есть в нашей государстве мы превышаем по национальности языковой и разговорной речи тех, которые вошли в ООН. это о чем-то говорит. Я еще тогда, в тот момент, пока сидела, не поняла, я только его поблагодарила за информацию, но уже чувствую 18-й псалом. У меня дышит где-то вот тут вот. А чем я еще не могла, потому что очень мало было времени. И тут у меня мои дела начались, но когда я вернулась домой, и мне открылось это. и нет языка, и нет наречия, где не слышался голос их, и звук их проходит по всей вселенной. И меня, вот вы знаете, кипятком вот это ошпарило. Наш язык такой извращенный, вот это, вот этими мерзкими, такой прекрасный, как этот Тургенев говорит, великий, могучий. Во что мы его превратили? И мне стало стыдно. Во что мы этот великий и могучий превратили? И он теперь во всей вселенной идет? Мы опаршивили-то его как? Мне так стало стыдно. Вы лучше можете, не слышал эту информацию. Я до сих пор еще не могу опомниться от этого. Что и наши звуки проходят где? С нашими вот этими языками. Вот это где я, таких вот вам небольшие. И думаю, информация вот такая для этого. И дальше думаю, что не надо ныне находясь под нашим большой крышей упрощать нашу ситуацию. Не надо ее упрощать. Она действительно, Николай говорит, мы-то ладно, мы уже старые. Доживем, мы не доживем, а им-то дальше жить. И они с этим столкнутся. Хорошо, если вот от бабушек и дедушек что-то услышат и не отрекутся. А это вот стоит не за горами, а за плечами. Придется выбор делать. За ты или против? Все я сказал. Я хотел еще на эту тему сказать, я вижу, прям все ее затронули. Сейчас врачи вывели еще один ген, знаете, там гены наследия, там и так далее, там всякие, кто там черный, белый. А сейчас ген героизма вывели. И говорят, что у русских особый ген. Вот кто имеет русскую кровь, у тех особый ген героизма. То есть люди жертвуют собой. Самопожидание. И я вот об этом подумал, думаю, где это пожертвование есть. Вот в слове Божьем, это в книгах маковейских, во вторых книгах, рассказывается о том, как в 142 году поднялось восстание маковеев против языческого засилия. И большие общины евреев начали сопротивляться языческому засилию, то, что заставляли приносить жертвы идолам. И так как они не могли воевать, они были воинственные, очень мужественные люди, евреи, не могли воевать в субботу, они тогда прятались. Но находились среди них предателей, которые их предавали. Говорили, где они прячутся, туда приходили языческие войска и убивали этих евреев, потому что они же не могли сопротивляться. И тогда, после этого, когда несколько таких было случаев, евреи постановили, что давайте прекращать это уже, потому что от нас ничего не останется, давайте мы будем сопротивляться все-таки в субботу, как бы попросим Бога, потому что от нас ничего не останется. и тогда начали так жить, они сопротивляться в субботу и победили язычников. Я считаю, что у нас очень похоже на все это. То есть я не говорю тому, что нам что-то нужно поменять. Те евреи, которые не сопротивлялись, они исполнили закон Господень, не погибли. Ну а где сказано, что верующие они будут победителями? В 13 главе книги Откровения написано, что мы проигравшие, мы все равно будем побеждены. И далее я хотел привести пример Господа нашего Иисуса Христа. Когда в Гефсиманском саду на него с колями и с оружием пришли брать его в темное время, он не стал убегать. Он мог бы там скрыться, юноша показал это в покрывале как можно скрыться. Он скрылся, там воины были и его не на шутку хотели схватить, но он убежал. Христос в возрасте был хорошим. У него ноги хорошо действовали. Прыг-прыг за кусток под мосток и нету. Однако он остался стоять до конца пока его не схватили. Почему? Ну вот этот как раз я направляю ваше все внимание к Исай 30 глава 7 стих. Сила сидеть спокойно. И Господь был спокоен и мы видим какой он спокойный, как он Петра обращает одним взглядом, когда он понял, что предал его и так далее. Он нигде не сопротивляется. Посмотрите какой ясный у него разум, как он отвечает на вопросы, когда его схватили, когда падают пред ним. Он говорит это я Исим. То есть он спасает еще тех учеников, кто рядом с ним, потому что он сказал, что никто из них не погибнет, только сын погибели. То есть Господь это вот самый ген этой самой героизма. И я подумал, что же это ген это вера, искренняя вера. А где это написано? Написано в 140-м псалме, что близок к Господу тот, кто призывает его. Потом запятая стоит, ну казалось бы, все, призывает Господа, а там дальше призывает его в истине. Понятно? Понятно. Вот в московской патриархии его призывают, а мы призываем в истине. И он близок именно к этим, которые в истине. И они должны стоять до конца. Сидеть там, они лежать должны, что хочешь. Он, как в Индии, их растаскивали, там растаскивали, через 15 лет все, не смогли больше растаскивать. Они ничего не делали, никого не убивали. Вот как было. Поэтому этот пример, он в духовном плане у нас единственный, так еще никто не поступал со своей паствой. Но надо полагать, что сидение спокойно за рубежом ослабило мужество пастырей, духовных наставников, я как сейчас смотрю. Но, значит, должен кто-то показать пример этого мужества не за рубежом теперь. Они проявили героизм, когда ушли, это я понимаю. уходили, когда они из Крыма. Послушайте, какие песнопения поются белым движением и так далее. Это все полно трагизма и мужества великого. Ну, теперь настало время наше. Кто будет героем, у кого ген веры этот необыкновенный, и кто призывает Господа в истине, тот останется. Ну, а те, кто не остался, их уже нету. Видим, что с некоторыми творится вообще непонятное. У нас, братья, целая семья отошла. Это все на этой основе, я по-другому не вижу. Все потому, что как призывать Господа? Как? В истине призывать? Как? Ну-ка, не патриарха ж, конечно, поминать. Какие вопросы здесь? Нет. А то еще и воинство начинаем. Воинство. Что оно воинство сделало? Оно воинство нас придет и заберет. Это воинство. Они безбашенные все. Они еще приходят к крестителю и спрашивают, что нам делать? Не обижайте никого, говорит креститель. Воинство для того, чтобы обижать. Вон все ролики наполнены, что они вытворяют сейчас. У них вам одни учения только идут, одевают брубежилеты и друг друга стреляют. Вот как воинство подготавливается. Мы другое воинство, мы воинство Христова. Вот для кем мужества, героизма, вера во Христа. Как это мы добавили, только как раз у нас не появляется героизм. Нас по всех сторон тянут куда-то, а мы не поколебим и стоим на одном месте. Они, говорит, поколебались и парят, а мы встали и стоим вверх. Аминь. Вот о чем речь идет-то? То, что сказал брат Игорь, как раз это и нужно. Почему? А здесь не устояли, разрушилось все. Какие были там, они перепрыгнули через нас. Против нас были, что вы признаете московскую патриотию и благодатной. И они первые вернулись в нее. А мы встали и стоим прямо. Вот в нашем положении это наивысший героизм. Ничего не делать, благословлять Бога и больше ничего не надо. У нас слишком хорошо. Это только Бог мог сделать так, что на одном и нет у них власти никакой. А перед Богом мы признаем, причащаемся. Не надо тут драматизировать, что-то придумывать. Никто с нас ничего не требует. Мы встали и стоим прямо. Будьте спокойны, как вчера, сегодня и на завтра. И в этом состоянии, Господи, мы ничего не просим, только благодарим и славосвоим Тебя. Так нам хорошо. Вот это искусственно составить нельзя, что у нас есть. Это Бог только может так сделать. Я гляжу, это уже не один раз у меня такое в жизни. Думал, варианты какие. Раз, один вариант. Теперь назад прокручивай. Никогда бы не подумал. И, как правило, все строится на смирении. У дьявола, если мужество, он такой-то против Бога поднялся, не боится, то говорить в Христе, что он не побежал, бежал. Он называется великий беглец с большой буквы. Бегите, им бы сказали не иди, а беги. Идите на осле теперь бежит в Египет. А в Египет еще скрылся, помощи никакой он не оказал. И услышал, ангел явился, опять вернулся. Самый большой героизм сегодня достичь состояния блаженного покоения в Боге. Доверяя во всем, стеряясь со Словом Божиим. Наши ходили на собрания, там занятия, кто ведется, и главное, храм, храм, храм. У нас этого нету. А как? Кто обращается, я только стараюсь удержать, чтобы ему укрепиться в вере. Он придет, это все такое, думаю, что, как это? Конечно, можно по-другому обсудить. Один еврей с православным очень близко дружили, это рассказ такой есть. Ну, прямой я, ну, решил в Рим съездить, посмотреть, а христиане, думать, потерял. А в Риме, да, там шапками этими, апостольскими, разбрасываются, там что творится. На час, ладно. Ну, прошло три месяца, и говорят, корабль шпортуется в порту. Друг твой приехал, а что идти-то? Теперь он никогда не... Он пришел, вот, по сходам, сбегают, обнял, готовься, я крещение принимаю. Постой. Сакки, а ты был там в Риме-то? Был. Сакки. И ты узнал, что там делается? Конечно, узнал. Ходи, если такое безобразие, священники, архиереи творят, друг на друге женятся, и вера еще есть, только Бог может сохранить-то. Я понял тут истинная вера. Вот еще как можно рассудить. Но нас Бог так оградил, что ничего буквально нету. Я не приезжаю, священники служат, еще они думают, что тут... Зачем бы он у нас был-то, архиерей-то? И здесь, просто везде и всюду, где не услышишь, он везде заступается. Я ему сказал, при расставании, владыка, чтобы заводши не разделили. Будут кребетать бесконечно. И он ему так показал руки, говорит, колотят рогами уже и копытами, стараются, но на это не идет. Нас никто не трогает. Итак, сидите спокойно. Разговор этот был, для прояснения. Больше ничего не надо. Ничего, только молитесь. Потом, братья и сестры, вы уже говорили все, можно мне сказать? Можно. Спасибо, братья и сестры. Мне думается, что сатана очень мудрый, и вот эти все шатания, влево, вправо, и куда угодно, вверх, вниз, не случайны. Мы, как трость ветром колеблемая в этих политических событиях. Кто сказал, что вот непременно, от причастия зависит наше спасение? Нет. Не от причастия же зависит наше спасение. От веры. От веры нашей глубокой, основанной на Слове Божьем, на Его святой воле, на Его жертве основано наше спасение. Да, я не говорю, что нам совсем не нужно это причастие. Нужно, потому что Господь говорит, если не будете пить и есть крови моей, не будете иметь жизни вечной. Это так. Но мы... Вести в жизни, запомните, то есть полумертвые, вот такие будут. Что толку, прищищаетесь, а сами как дохлые. Разве мы не причастились? Не причащались разве? Да мы вот только что отошли от причастия, уже опять согрешили. А если нам этот грех после причастия Господь не простит, погибнем мы? Погибнем. За всякий грех возьмите и смерть. Что вы за это причастие, как правильно говорит Игнатьевич, как жопилам они играют? Они как жопилам играют, а мы поддаемся на эту игру. Аминь. Тут сказали, что где-то священники знают, они там не принимают. Да. Один такой. Такого нигде, на что наши люди были, не принимали. Я скажу. И таких, которые вот так вот делают, что она на улице стоит, и годами ее не принимают, это лик ее, лик. Ну, там сколько священников, хороших. И где бы вы ни были, в любой момент, попадете к отцу Геннадию Пасу, он не причастит, что ли, у вас? Вот именно. В монастырь поехали, там никто никого не знает, а вы по форме. Единственный вопрос скажет, из какого вы в монастыря приехали. Одеты, как вы. Знаете порядок, нигде слова не говорите. Будьте так, чтобы вас заметили, сказали, это город на вершине горы. Они у нас причащались люди, они нас признают за действительность. Он своих прихожан будет, у нас было такое, мы приехали, своих прихожан стал поддергивать. А потом ей говорит, вот эта женщина пела, видите она, научитесь губами до конца. Видели, вот эта женщина выходила, я говорю, видел, вы ее больше не увидите. А что такое? У нее последняя стадия рака, груди, у нее все течет там, и она вышла, чтобы перетянуться и перевязаться. Какие люди там есть? А на лету-то? Да она была, она вышла. Она вышла, дальше ты еще не знаешь. И мне священник, видя, что я посмотрел на это, он тут же стал объяснять. И то, что нам кажется таким, на суде Божьем может оказаться совсем по-другим. Вы вспомните, как притча говорит. Сколько людей молятся в храме? А Юродиве сказал Иоанну Грозу, полтора человека. Я молился, Бог показал, и ты до половины. А потом думал, как на Воробьевы горы, известь вместо цемента было привезти. Он говорит, правда. А остальные, каждый думал, это смотрел, какая молодая. Познакомиться бы неплохо. А это думал, вот познакомиться, должность хорошая. Дальше-то возьми, когда ты молился, чтобы нигде, не промелькнуло ничего в идеальном порядке. Я сказал, для того, чтобы собой занялись. Семикратный в день кто молился эту неделю? Вот уже, уже трое, уже, видите, как я не могу сдвинуть. А это указание Божие, прямо на Давида. Перестаньте говорить. В любом месте причастие есть. Нас не отрицают. Никто. Чтобы вот так. А вы сейчас такие, это только те, кто связаны с их миссионерскими, то есть антимиссионерскими отделами, которые, это совершенно не от Бога отдел. Запомните одно, миссионерские отделы не могут создать, могут создать новые государства, общины, но миссионерские отделы нельзя создать. Его только Бог создает. Это труд Духа Святого. 12 апостолов, подвое, дальше 70 апостолов, подвое. Александр Неусыпающий там говорит, у него 70 было чего. Подвое. Кирилл и Виподий двое. Моисей и Арон. Они не понимают, компанию набирают, они нападают. Вот на меня, я могу только радоваться. Я не могу улыбку себя согнать. Господи, какое же ты наградование готовишь? Они бьют мимо, ничего этого нету. А он уводит от православия. Одного, не надо много. Одного. Ничего нигде нету. Будьте спокойны. Были, что не так мы тут сказали, подоречились. Прости, Господи, нам так уютно, так хорошо. Батюшка с нами. В любой момент. Вот мы, когда здесь, он уже причащает. И представьте, такой мороз, он там стоит, каждую две недели, трясется, а там остановка-то не всегда была. Потом опять сейчас домой ему туда ехать. Как мы должны теперь просить, чтобы жизнь его Бог продлил? Богу нашему славу. Веки. Так как Людмила Степановна, расскажите теперь. А? Кратко, Людмила Степановна. Самочувствия. Так она, знаешь, она жива, здоровая. Показали, где она шла, где с ними ходил вместе. И там снегу выдавлено. Она направо посмотрела, а он слева. На Горького, да? На Ползунова. Он за Ползунова, там где вот нефть. Ползунова 22. Серьез оттуда, как это, первая такая. Комсомольский. Или Комсомольский. Это Комсомольский. Все, раздачу туда. Когда пойдете сейчас там, и там нефть написано. Нефть. Раз нефть. И за ним, примерно шагом 20. Недалеко от Ползунова. снегу выдавлено, он ее туда сшиб. И там все. Мы, Виктора Андреевича позвал, понятые. Она написала, а она сказала правильно. Но что дальше, это интересно. Ага. Выходит рядом из нефти, который там, представитель мужчины, и ее клещи трясет, которые в сумочке были, они завернуты отдельно были. А это как вы взяли? Я говорю, вышел, они лежат здесь. Ему надо бежать в сумочку. А он клещ ее вытащил, только не написал, передайте, а уфима Владимира Степановна. Я за него где-то заступать уже думал, молитва эта, господи, да. Он может первый раз вышел. Мы заступились, раз поймали-то его. Марину-то, который-то отобрал-то, ничего же не вернул. Да, да, ничего. Чуть не сказал, паразит. Я не хотел сказать. А этот-то небольшого роста. И они, милисты говорят, полиция-то, мы уже поймали его. Да, мы сейчас только были. Все, теперь они все даны, понятые, и там будут разговаривать. Мы не знаем, как помолиться, чтобы его исправил Господь. А значит, он не исправляет. Просто не знаем, кто, но кто нашу сестру обидел, Господи, направьте вам в зону к небу. Пошли ему вот такое евангелие дайте. Можно даже узнать, или там его уже не выпустят, потому что это уголовная стратегия. Вот что, ну, один подошел и говорит, батюшка, все рыбили, лошадь упряли, плачут, ты не плачь о себе, плач о том, кто украл. А он видит, ему открыто, в это время он через реку, а конь его сбросил и затоптал. И прибежал прямо к нему мокрый конь. А того убил, и труп уже унесло. Надо видеть, кто пострадал. Не сестра наша пострадала, а он пострадал. На кого он напал? Она одета, как нежная голубица, по корме шла, а он даже не видел сзади-то. А когда начнем молиться, Бог начнет взор, может быть, поднимать к небу. Я не согласна с тем, что один такой священник, что я одна в такой ситуации, и такой только один священник. Во-первых, я получила благословение от митрополита посещать служебное богослужение в этом храме. Конкретно прямо. Я получила от митрополита Сергия Иванникова благословение. Я счастлива и довольна, что я теперь определенна. Я не согласна с тем, что, например, что, да, можно ведь вот так самому спасаться. Скажу вам, я не уверена, что я спасаюсь, потому что я не имею евхаристического общения, о котором Иоанн Богослов в первом послании, в первой главе, седьмой стих, по-моему, говорит об общении. Если вы имеете общение друг с другом, какое? Ну, ясно, что ни за бутылкой, ни за столом, а духовное общение. Я этого лишена. Могла быть. Бы. Если бы. Так ты имеешь полное общение, ты причащаешься здесь. А то вы не имеете значения никакого. Все. Это повторно, опять, на то же самое. Дальше еще. Он не один такой, таких много, но они так не все такие. А еще и их благочинный-то. Он тоже идем и знает, и все. И мужа моего, я ему очень благодарна, он исповедовал собор, причастил все, отправил в мир иной, как надо. Но я-то остаюсь на улице. Это уже три года и девять месяцев я молюсь на улице. Не молилась только вот в эти два месяца, когда мой муж уже смертельно был в постели лежал, я не могла его оставить. Три года, девять месяцев. Разве он один? А где тогда митрополит Сергий? А я очень ценю его благословение. Я до сих пор помню этот момент. Я помню, как у меня был, какой, какую радость, какое, какое счастье было вот это духовное, получив вот это. Нина Александровна, так поэтому у нас может быть тут сестры, которые старшие уже, они никуда не уходят, смотря на вас, понимают, что там такое. А так, может, давно бы все ушли уже. Пока все, подожди, я скажу слово. Люди, некоторые начинают говорить, Россия для русских. Так, патриарш, он вам раздал, что только... что мне кажется, что вы там. Да ты что. Ну, конечно. Вот это. Понимаете, люди говорят, Россия для русских. Такие патриоты где-то, герои вышли там, их пересажали где-то. Владимир Владимирович Путин вышел и говорит, это могут говорить только придурки. Не политическое слово, но очень понятно. Придурки. И вот так, патриарш, он там один сидит, это Чернодаров или кто-то. Я, наверное, все это записал, я архивею дал, не дали эту ходу. Дальше мы ничего не можем делать. Это твой крест. Ты должна дальше разгладить лицо. Я нормально. Я знаю тебя, ты радостная всегда. Но теперь не ирапши. Ты избрала этот путь. Ты не сидела ни в тюрьме, ни в армии, ни в монастыре. Тебе надо заботиться о внуках и прочее. И он тебя выставил оттуда. Вот тебе место. Незаконно. А смирение где? Незаконно. Вот я в прошлый раз был так, архиерей наш и в тихе написал, если будете, то другое. Я готов сейчас батюшку запретить служение, а вас отучу. Три года, чтобы не говорили о русском языке. Да как тогда русский язык? Ну ни слова не сказали. Три года мы сразу замолклили. До 23 мая. 23 мая заговорили, теперь у нас считаем. И сам архиерей стал по-русски даже колонн за уныши переводить. А там один писатель, Черкасов, там Георгиевский, говорит, как братья Лапкины смогли этого архиерея уломать, что теперь, говорят, за них и сам переводят на русский язык. А почему смирение? Главное смирение, сестра, ты уже показала, продолжай дальше, ты примеры ставишь. Тебе может и житья-то осталось столько. Да, одно слово. Знаете, сестры, сегодня я еще люблю считать много, медицинские журналы, ЗО, что-то другое. И почему у женщин так много переломов костей, больше, чем у мужчин, там в разы. они находят проще так, может быть, опровержение даст, кости кальций. И когда женщина готовится рожать, кальций ребенок берет из костей и зубов. Я никогда этого не слышал. Действительно так или нет? А кальций, почему моя мама, Мария Егоровна, Лапкина-Щинарева, она не ломала, она падала и в канаву, и где только не было, с телеги там, никогда не ломала. А все-таки не два года, а 86. Почему не ломала? А потому что нигде не гигиенились, жили как надо. Картошка, кожуну не снимайте каждый раз, ешьте с кожурой промойте, как в Германии. А это кальций. И у нас поэтому все подавалось, какое оно есть. И никто не больного, 10 детей, ни один не больной. И мама ни одной таблетки не съела, мы это даже не видели. Научитесь из этого извлекать. Мы бедные, но у нас и преимущество есть, что мы бедные. Отец смотрит, а мать босиком, он не говорил босиком, а босиком. Босиком все время ходит, какое, а матери нужны нет. Она литовкой косит, мечет. Это же не два. И сколько труда, сколько работали. Она оставила память. О себе не заботься. Заботься о другом. И она всегда верила. Вот едет, огород маленький посадила там у Павла, у сына. Павел, дай мне земельки. Мама, что есть все твое? Нет, чтобы моя грядка была. И она сама ползает, морковь кусает. Я поеду в церковь, она в старобрядке. Бабушки меня уже ждут, она все им принесет. Десятину он тут принесет, священника не знают. Она до конца была такая. И он приехал, потеряя вкус оборвать ее. Это вообще. И поэтому много таких, мало мы не знаем. Ну, я знаю, что самый великий пророк это Илья. Я один остался, один, больше никого нету. А Господь говорит, семь тысяч, я соблю. Он в семь тысяч раз ошибся. Это какой процент правды в его словах было? И так и мы, говорят, в московской патриархии очень много людей, которые понимают все, заботятся о правде. Священники такие. Я лично знаю ни одного. Ни одного. А какие есть монахи, какие смиренные, я это знаю. Поэтому не будем никого судить. Мы сегодня дали понять, что лучше нашего положения нигде нет. К слову сказать, наш батюшка ездит, когда возвращается, и говорит, везде был, но лучше нашего нет. Он ничего другого не говорит. Каждый раз. Давайте на этом остановимся, к этой теме, больше не возвращаться. Мы потратили время много. Очень. Благословен Господь. Достойно есть такого истину, блажите Тебя, Благородицу, и с наблаженную и пренепорощую. Ты, Матерь Бога нашего, честнейшую хирургим и славнейшую без сравнения с Серафим, без истинения Бога снова ротшую, сущую Благородицу Тя величаем. Читай пока. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников от внутренних распри, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покавятся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, правят на суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченную Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов в Афия. Алва, Отче! Господи, научи нас Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонения и Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, благодарим Тебя за милость, которую оказал нам и дал нам свободу, но достойны ли мы ее? Господи, доведи нас всех и введи навеки в желаемую пристань Царство Твое Небесное. Расложи к нам из сердца врагов и в судный день не помяни их безумия, клеветавших, поносивших, ибо они не знают, что худо творят. Наполни сердце нашей благодарностью, смирением, кротостью и воздержанием и прими нашу молитву как воздеяние рук жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже, всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Не отвергни нашей молитвы, прими ее. Мы молимся о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи Владыка, слушай и дослышит раб Твой, голос Твой. Аминь. Аминь. По славу Божьему. Спасибо, Господи. С миром Божьим.